МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Его название, короткое и хлесткое, как выстрел, известно каждому. Он стал визитной карточкой эпохи, такой же противоречивой, как и сам этот пистолет. Легендарный ТТ в фильме «Оружие». Пистолет – это личное оружие нападения и защиты, которое предназначено для поражения противника на близком расстоянии – 50-70 метров. Некоторые образцы пистолетов, снабженные прикладом, как, например, маузер образца 1896 года, позволяют вести эффективный огонь на дистанции 200-300 метров. От револьверов пистолеты отличаются системой питания. Вместо вращающегося барабана в них используется коробчатый магазин. Перезаряжание пистолета производится автоматически за счет энергии пороховых газов. На вооружение армии европейских государств первые самозарядные пистолеты поступили в начале 20-го века. В кайзеровской Германии это был парабеллум Борхарта-Люгера П-08. В США – кольт образца 1911 года. Основные конструктивные решения, используемые в современных пистолетах, появились на свет более ста лет назад. Разработанные в то время модели «Парабеллум» – кольт армейского образца с небольшими косметическими изменениями выпускаются до сих пор. Ими вооружены армейские части и специальное подразделение десятков стран мира. В Российской империи еще до начала Первой мировой войны поднимался вопрос о переоснащении армии. Револьвер «Наган», который стоял на вооружении, к этому времени успел морально устареть. Он отличался хорошими боевыми качествами, надежностью, постоянной готовностью к бою, но обладал общими недостатками, и характерными для этого вида оружия. Был неудобен в обращении, для производства выстрела требовал сильного и длительного нажатия на спусковой крючок, снаряжение барабана патронами производилось медленно и неудобно. Однако военное ведомство решило ничего не менять. «Наган» был хорошо знаком солдатам и офицерам, его производство отлажено, стоимость невысока. Что касается пистолетов, их преимущества перед револьверами до конца еще не выявились. Из-за неотработанности конструкций они были недостаточно безопасны в обращении. Бывали случаи непроизвольной стрельбы. Пистолеты разрабатывались под специальные патроны, которые пришлось бы закупать за границей, либо налаживать их собственный выпуск, а это требовало огромных финансовых затрат. По всем этим причинам перевооружение армии пистолетами пришлось проводить уже при новой советской власти. К работам над самозарядными пистолетами в СССР приступили в 20-х годах прошлого века. Командирский состав Красной Армии нуждался в легком и надежном личном оружии. За границей к этому времени уже имелись образцы пистолетов с высокими характеристиками, что не осталось без внимания советского военного руководства. Одним из самых популярных зарубежных образцов тогда был знаменитый Маузер. В Красной Армии по достоинству оценили его мощный патрон. Собственную модель было решено создавать именно под этот боеприпас. Разработкой стрелкового оружия занимались различные конструкторские бюро. Они вступили в соревнования за право принятия на вооружение Красной Армии и внедрение в массовое производство своих моделей самозарядного и автоматического личного оружия. Помимо отечественных конструкций в нем приняли участие пистолеты, разработанные известными европейскими фирмами «Вальтер Браунинг Парабеллум». По итогам испытаний военные эксперты пришли к заключению, что наиболее перспективным является пистолет, разработанный Федором Токаревым. Токарев Федор Васильевич Конструктор стрелкового оружия Герой социалистического труда Доктор технических наук Годы жизни – 1871-1968 Из донских казаков Окончил казачье юнкерское училище В годы Первой мировой войны служил в действующей армии Затем работал на Сестрорецком и Тульском оружейных заводах Автор конструкции автоматической винтовки, ручного пулемета, пистолета-пулемета, самозарядной винтовки, самозарядного пистолета В итоговых выводах комиссии было дано следующее заключение Пистолет Токарева оказался лучшим из всех отечественных образцов и превосходящим иностранные образцы Комиссия нашла его подходящим для принятия на вооружение при выполнении таких условий, как повышение меткости, улучшение прицельных приспособлений, увеличение безопасности, облегчение спуска Пистолет Токарева уже на 75% удовлетворяет этим требованиям и больших затруднений выполнения дополнительных требований вызвать не должно На устранение замечаний конструктору потребовалось лишь несколько месяцев 7 января 1931 года прошли испытания новых образцов стрелкового вооружения в присутствии Климента Ворошилова, Михаила Тухачевского, Иеронима Убаревича и других руководителей Красной Армии В результате было принято решение о производстве тысячи экземпляров пистолета для войсковых испытаний Так началась долгая жизнь оружия, которое хорошо известно под названием ТТ Тульский Токарево Но первоначально фамилию конструктора нигде не упоминали Официально оружие именовалось самозарядным пистолетом образца 1930 года Массовое производство пистолета началось в Туле в 1933 году после того, как в его конструкцию были внесены некоторые изменения и упрощения Красная Армия получила действительно современный, очень мощный и в то же время надежный образец личного краткоствольного оружия Первоначально им вооружались офицеры и генералы технических войск летчики, танкисты а также сотрудники НКВД Пистолет Токарева образца 1933 года Калибр 7,62 мм Масса со снаряженным магазином 940 граммов Длина 19,5 см Емкость магазина 8 патронов Боевая скорострельность 8 выстрелов за 10-15 секунд В целом, пистолет, конечно, очень мощный У него начальная скорость пули 420 метров в секунду То есть очень высокая кинетическая энергия у этой пули Особенно пробивная способность Устройство его было тоже довольно-таки несложное Для работы автоматики использовался принцип Отдачи при коротком ходе ствола До появления пистолета Токарева На вооружении Красной Армии состояли, кроме нагана и маузера Пистолеты и револьверы еще нескольких систем и калибров Все это вносило путаницу Создавало трудности в снабжении войск боеприпасами И усложняло ремонт С принятием на вооружение ТТ Эти проблемы, по большей части, были решены Для своего времени Пистолет ТТ представлял достаточно совершенное оружие Мощное и надежное Несложное в обслуживании и ремонте При стрельбе от 8 и выше патронов Очень быстро он загрязнялся Его нужно было разбирать Сделать неполную разборку Чистить и продолжать стрельбу Вот это был основным его недостатком Ну и пистолет не из легких То есть сяжесть его Судьба Токаревского пистолета не была безоблачной В течение многих лет В силу разных причин Он не мог вытеснить револьвер наган Образца 1895 года Его производство то падало То возрастало вновь И лишь в годы Великой Отечественной войны ТТ получил окончательное признание Он стал личным оружием Всего офицерского и генеральского состава Красной армии Производство пистолетов ТТ Было наважено в Туле На Тульском оружейном заводе И до начала Великой Отечественной войны До эвакуации Там, в общем-то, оно продолжалось Весьма активно В больших количествах Это оружие делалось Впоследствии, когда Немцы подошли близко к Туле То оборудование было В значительной степени эвакуировано И отправлено в Ижевск После разгрома немцев под Москвой Производство ТТ в Туле Было восстановлено В послевоенный период Пистолет Токарева стал выпускать Также Ковровский оружейный завод В начале 50-х годов ТТ был снят с вооружения Советской армии Его производство в Советском Союзе Прекратили За два десятилетия Было выпущено Более 1 миллиона 700 тысяч токаревых По сей день Пистолет остается Любимым оружием террориста Ни один пистолет мира Практически По своим параметрам Не может сравниться С его баллистическими характеристиками Это очень большая Пробивная способность пули До сих пор используется В наше время Им вооружены инкассаторы России Частично в нашей республике Потому что пистолет Зарекомендовался С положительной стороны В 30 странах мира Этот пистолет Еще долгое время Официально находился На вооружении В настоящее время Серийное производство Пистолета ТТ Уже под собственными названиями Налажено в Китае В Венгрии Польше И республиках Бывшей Югославии В истории этого оружия Еще не пришло время Для написания Последней страницы ТТ состоит На вооружении Армии Ирака Уже более 30 лет Множество пистолетов Этой модели Вывезено Американскими солдатами На родину В качестве военных трофеев В США ТТ используется Для охоты На крупных животных С толстой кожей Великая Отечественная война Подтвердила Высокие боевые качества Пистолета ТТ Были у него и конструктивные недостатки Которые устранить не удалось Поэтому в первые послевоенные годы На смену ему пришел Новый пистолет ПМ Макаров В следующем фильме Оружие Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok